Доброго вечера, мы из Украины. Здравствуйте, Борис Альбертович. Доброго дня. Доброго дня. Борис Альбертович, больше 100 дней войны, 107 день, Днепр все так же держит оборону или что-то изменилось в этом отношении в нашем городе? Ничего в нашем городе, слава Богу, не изменилось, и я бы вообще не привязывался никаким датам, 100 дней, 110, 200. Я, наверное, один из первых политиков в Украине говорил о том, что война надолго, поэтому просто нужно сцепить зубы, сжать кулаки, дальше продолжать жить, работать на благо ЗСУ, держаться рядом с друг другом, поэтому в городе все в порядке, все стабильно. Я думаю, о подробностях мы поговорим. Давайте о единении. Сейчас все службы работают в едином направлении, волонтеры стараются, но есть ли какие-то проблемные участки? Проблемные участки такие, как и во всей стране. Мы все живем в одной стране. Городское хозяйство полностью работает в нужном ключе, то есть мы убираем улицы, деревья, опять же, ну, правда, на красных линиях траву стрижем, прочищаем ливневки. Горводоканал полностью снабжен всеми реагентами. Все как бы в обычном рабочем порядке, но, к сожалению, в первую очередь из-за недостатка топлива приходится нам сокращать работу коммунальных служб. Ну, я много по городу передвигаюсь, общаюсь с горожанами, то есть таких серьезных нареканий на состояние городского хозяйства, слава Богу, нет. То есть люди видят, что город живет, город дышит, все коммунальные службы работают, но в эконом-режиме приходится работать нам, к сожалению. Надеемся, что правительство, наконец, наведет порядок в этой сфере именно с поставками топлива, и тогда мы наши усилия удвоим. Это объективно. Стосовно историчной испачкины, мы с вами и встречались, и говорили о том, что ликвидируется наследие СССР в городе. Продолжается ли этот процесс? Расскажите об этом. Да, он продолжается. Я хотел бы, пользуясь случаем, подчеркнуть некоторые моменты. Во-первых, утихомирить горячие головы, которые кричат, почему это не делают, и давайте завтра все снесем, и прочее, прочее, прочее. Смотрите, если делать правильно, взвешенно, то надо это делать по закону. Потому что, я не помню точно цифру, порядка, по-моему, 195 различных памятников в городе, они внесены. Это со всеми, с мемориальными табличками. Они внесены Минкультом в соответствующие списки охранные. Естественно, если мы начнем это все убирать самостоятельно, это, скажем так, кроме того, что может попахивать вандализмом, с другой стороны, это влечет за собой уголовное дело. Поэтому соответствующие городские службы обратились в Министерство культуры для того, чтобы министерство дало соответствующую оценку и просто особо, скажем так, одиозные памятники исключило из памятников культурного наследия. Мы общаемся по этому поводу с соответствующими профильными специалистами и ждем, естественно, этого решения. Но самое главное, хотелось бы сказать так, то есть есть общественный тренд, есть на это как бы запрос со стороны общества, поэтому, наверное, в этой ситуации в первую очередь не мешало бы, наверное, почесаться в первую очередь парламенту. То есть парламент должен принять соответствующий закон не только про декоммунизацию, а про деколонизацию, деимпериализацию, дерусификацию. И тогда нам сразу будет легче. При этом я опять же хочу подчеркнуть, как мы говорили с вами в прошлом эфире, что у нас есть по поводу каждого из памятников, не буду себе перечислять, начиная от памятника Пушкину и заканчивая, там, не знаю, танками и самолетами, есть свое абсолютно взвешенное решение. И мы его реализуем с учетом интересов территориальной громады, потому что проще всего бить, ломать, особенно без каких-либо на это юридических полномочий и разрешений. При этом процесс продолжается. Я могу заверить, что он идет. Идет дерусификация улиц. На ближайшую сессию опять мы будем выносить порядка 20 наименований. И у нас в городе появятся улицы, в первую очередь это героев-рядуальники в честь наших сотрудников ДСНС. И кроме этого уже принято решение в честь архитектора Петрова, который был один из основателей нашей архитектурной школы Днепропетровска. Поэтому мы движемся. Но движемся в рамках закона и для того, чтобы не возбуждать в том числе людей общественное мнение. Я думаю, все решения, которые мы примем, они будут замешаны и максимально учтут интересы территориальной громады. Спасибо. Борис Альбертович, мы в эфирах наших, в наших программах, на наших съемках столько раз-то ставали свидетелями того, что реально команда города работает очень сплоченно. И поэтому есть какой-то хороший результат. Но при этом есть некие, я скажу так, преступные группировки, которые выдвигают какие-то обвинения в сторону Гурсовета. И вы об этом пост делали в Фейсбуке. Ими уже заинтересовались соответствующие органы СБУ, НАБУ? Ну, давайте так. Знаете, божьи жернова мелят медленно, но верно. Поэтому, естественно, после того, как я обратился в соответствующие органы с соответствующими заявлениями, то есть это кроме публичного моего обращения на странице в Фейсбуке, это было все переведено в юридическую плоскость. Процедура юридическая, она как бы уже запущена. Более того, я могу сказать, это уже не эксклюзив, это уже появлялось в каких-то там новостных каналах, телеграм-каналах, я не знаю, откуда они это вынюхали, но я могу подтвердить четко о том, что если мы говорим условно о двух фигурантах, то господин Арутюнян, он же Эмиль, он же Махеровый, он уехал из страны 23-го числа, буквально за день до войны вылетев в Барселону. Поэтому тут как бы есть морально-этический аспект, но юридически он покинул страну в соответствии с требованиями действующего законодательства. Что касается самого главного Александра Владимировича Петровского, известного патриота и мецената, то официальным данным он с 8.01.2022 территорию Украины не покидал. При этом десятки людей видели его и его людей в Вене, поэтому, соответственно, он либо пересек границу через оккупированные территории, либо пересек границу нелегально. Скажем так, перешел в плав или в брод, я не знаю как, или какими-то лесными стэшками. Поэтому этот вопрос, он уже находится в юридической плоскости, но, опять же, я не хочу это комментировать, пусть занимаются правоохранители. Я бы просто здесь хотел подчеркнуть действительно морально-этическую сторону вопроса. То есть, знаете, не совсем, наверное, мудро с их стороны находиться в хрустальном доме и кидаться кирпичами. То есть, когда люди находятся в такие критически тяжелые дни за границей, фактически там прячутся. Хотя они всю жизнь из себя корчили патриотов, рассказывали, какие они сильные и смелые, но при этом через своих, скажем так, блогеров или псевдожурналистов, причем самое смешное, половина из их журналистов — это бывшие работники мэрии, которых мы пинком под зад выгнали за воровство. Теперь они из работников мэрии переквалифицировали журналистов-расследователей. Ну, это смешно говорить. Поэтому выглядит все это как бы смешно, но, знаете, меня в этой ситуации смущает не то, что они кидаются кирпичами или какашками. Меня смущает совсем другая история, то есть, что во время войны они разгоняют фактически пророссийские нарративы. Знаете, то есть, когда они своими черными погаными ртами начинают рассказывать у себя на телеканалах, которые там имеют рейтинг в полпроцента, о том, что то ли мэр убежал, то ли хочет сдать его по типу Херсона, ну, это вызывает у людей панику. То есть, за это нужно отвечать не только по закону, но и перед там совестью, и перед людским как бы осуждением. Поэтому вот это вот единственное, что меня в этой истории смущает. А так, ну, что они говорить, то есть, их не существует. Кому на руку этот хаос? Ведь это порождает хаос в обществе, внутри. Смотрите, ну, конечно, этот хаос, в первую очередь, на руку России, но мне тяжело как бы комментировать коллаборантские устремления этих двух персонажей. Ну, я думаю, что в этой истории в том числе очень много иррационального. То есть, знаете, когда ты всю жизнь купаешься в грязи, и когда ты собираешь вокруг себя отъявленных подонков, мерзавцев, то есть, и как бы, ну, это, знаете, вот такая, как бы, такой некий социум, микрогруппа, которая живет вот постоянно в негативе, вот, ну, как-то так. И, соответственно, вот они сидят просто и вот что-то извергают из своих, как я уже сказал, поганых ртов. Тут есть иррациональные моменты, но я же говорю, они просто, ну, это смешно. То есть, знаете, убежать за границу и оттуда, как бы, кидаться какашками, ну, это совсем уже выглядит, это просто даже не смешно, наверное, омерзительно, скажем так. На самом деле, достаточно времени мы им уделили в нашем эфире по работе Горсовета, можно сказать, по работе Горсовета, потому что мы ежедневно видим на улицах нашего города. И вот как раз вот тут вот вопрос, вот эти все обращения по поводу покрасить лавочки и так далее, продолжаются ли они сейчас, или люди сменили вектор своей активности? Они, естественно, продолжаются. Почему? Потому что, знаете, людям сколько не объясняют, то есть, я в этом убедился и в мирное время, то есть, какие-то вопросы, как бы, ну, знаете, сколько людям не говори, вот есть такие, что вот они просто не слышат. Ну, вот, например, там, парковочная история. То есть, объясняй, не объясняй, проводи общественные слушания, пиши в Фейсбуке, говори по телевизору, директор транспортного департамента, директор, как бы, этой частной компании, которая на аутсорсинге этим вопросом занимается. Вот говорят, 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 нет, а почему это так, а не по-другому? То есть, уже и приводили, и общественников, и горы с полковным. Точно так же по всем другим вопросам. Начинает отопление и заканчивая, не знаю, там, ремонтом дорог. То есть, у нас же вообще страна специалистов во всех хозяйствах. Сейчас у нас все военные эксперты, все знают, как воевать. В основном, правда, с Фейсбука. Поэтому люди спрашивают, ну, это, наверное, и нормально. У людей, особенно у нас в Днепре, скажем так, в условном мирном городе, есть общественная, опять же, востребованность, чтобы мирная жизнь продолжалась и дальше. Хотя у меня, я скажу, иррациональные чувства, когда ревет тревога воздушная, а народ ходит, даже делает вид, что он этого не замечает. Хотя сегодня вот опять был обстрел, понимаете, да? Ночью в 3.40, хотя, кстати, пользуясь случаем, я хочу подчеркнуть, об этом уже писал Валентин Михайлович, и сообщали, это никоим образом этот обстрел по Днепровскому району не связан с большим пожаром в городе. Они совпали по времени. То есть, обстрел был в 3.40, а в 4.13 загорелся на заводе Продмаш. Гранулы, да, гранулы пластмассовые, поэтому столько было дыма. Естественно, люди это связали, но это вообще абсолютно не, как бы, вещи, которые никаким образом не коррелируются друг с другом. Естественно, люди хотят лучше, мирно, спокойно жить, поэтому такие вопросы. Вопросы продолжаются, но работаем. А какие на самом деле есть потребности в городе сейчас? Вы опять же сказали о том, что приходится несколько улезать работу коммунальных служб. Со стороны, скажу вам, этого не видно. Мы видим и чисто, и убирают, и моют. Что не закрыто сейчас? Да, в принципе, закрыто все. Начиная от реагентов на водоканале и заканчивая работой общественного транспорта. То есть, мы предпринимаем невероятные усилия для того, чтобы запас по топливу сделать и поддержать перевозчиков, и не поднимать цены на проезд. Но нам становится все тяжелее и тяжелее, потому что мы прекрасно понимаем, война продолжается, это война на истощение, война ресурсная. И, естественно, с падением экономики, в том числе и городское хозяйство потихоньку, ну нельзя сказать, приходит в упадок, но тем не менее, приходится зажимать пояса и закручивать гаечки. Поэтому пока в настоящий момент я не вижу ничего критического. Ну нарушены логистические цепочки, есть проблемы с запчастями. Ну зачем вы бы говорить о грустном? Давайте лучше говорить о хорошем. Давайте про позитив, про решение, может ли его? Последняя сессия гурсовета, в ней очередная. Какие результаты, какие решения были приняты? Ну так из трех более-менее знаковых решений, я думаю, которые нужно знать, кроме чисто статистических территориальных громадей. Первое, мы как бы упростили порядок приема благотворительной гуманитарной помощи, потому что раньше для того, чтобы это поставить на баланс, и же бюрократическая процедура, нужно было проводить отдельную сессию. Сейчас это возможно распоряжением либо директора профильного департамента, либо коммунального предприятия, потому что ее стало меньше этой помощи, но она идет. И для того, чтобы ее максимально быстро перераспределять среди нуждающихся, то есть нам нужно эту бюрократическую процедуру убрать. Второе, мы обратились в Министерство образования, чтобы оно сняло с баланса, по-моему, 11 домов, которые принадлежат нашим высшим учебным заведениям. Там уже есть фактически ОСМД, но, к сожалению, это ведомственное жилье. Люди должны в силу этого переплачивать за отопление. То есть мы хотим, чтобы Министерство образования не сидело на этих домах, а передало их, соответственно, в городское хозяйство, и в том числе котельные, которые там находятся. И третье, я думаю, то, что нужно знать нашим землякам. Мы по заявлению двух депутатов Громадской Силы, Мирошеченко и Пермякова, сессии освободили их от депутатских обязанностей. Они сами написали, это внутриполитические вопросы Громадской Силы, то есть я думаю, если будут вопросы, то Загид Геннадьевич лучше объяснит. И, соответственно, эти двое выбыли из состава депутатского корпуса, и туда зайдут два других кандидата от Громадской Силы. Ну, правда, для этого нужно теперь, чтобы собралась территориальная избирательная комиссия. Вот так. Зрозуміло. Дуже вам дякуємо, Борисе Альбертовичу, что вы нашли час и ответили на наши вопросы.